Мы начинаем, может быть, одну, может быть, несколько уроков, может быть, один, может быть, несколько уроков про сны. И начнем мы с знаменитого выражения царя Соломона. Я сейчас секундочку установлю. Да, который говорит так. Во множестве снов много суеты и слов, но бойся Бога. О чем это говорит? О том, что очень часто люди из снов делают целую науку. Многие из снов даже создали целую религию. Приметы, которые окутали сегодня весь мир, и мы просто погрязли в каких-то непонятных объяснениях разного типа людей, которые пытаются объяснить уже сами по себе. Даже от имени Бога очень часто все это цитируют. Поэтому я позволю себе сегодня начать вот такой вот обзор снов, как это, в принципе, проявлялось. И мы с вами помним, что многие люди пытались, ученые, разгадать секреты снов, потому что действительно это великая вещь, великое таинство жизни, когда человек что-то видит, и видит иногда несколько раз. Мы с вами сегодня посмотрим, если успеем. В любом случае, было потрачено, наверное, миллиарды часов на разгадку вот этих снов. В конце концов, в начале, даже можно сказать, в середине, извините, прошлого столетия, знаменитый Зигмунд Фрейд, его принято говорить на других языках, Зигмунд Фройд, в своей книге «Толкование основоведений» он делает открытие. Он пишет, постарайтесь сейчас сконцентрироваться, потому что я обычно не готовлю текст заранее, я мог его послать, но просто не настолько еще овладел продуктом, которым мы пользуемся, великим от Бога, нужно общаться вот так. Вот он написал такую фразу за год, кстати, до своей смерти, 1938 год, он написал, что когда человек бодрствует, его сознание, то есть, ну, чувства, не дают ему возможность передать внутреннюю глубину души. Но когда он спит, цензура исчезает, и поэтому человек видит во сне то, к чему стремится его внутренняя часть. Одним словом, человек спит, у него не проявляется ничего. Исчезает его цензура, он не может совладать с собой. И во сне он видит то, к чему стремится его внутренняя часть души. А когда мы бодрствуем, мы этого не видим, потому что мы заняты другими вещами. Ну, опять же, так как это написал Зигмунд Фрейд, который был очень далек от Тора и заповеди, к сожалению. Но был гениальный человек, действительно. Он родился евреем. Он продолжает и говорит в отношении будущего, которое проявляется в снах. Он говорит нам, что все это ложь, сны неопределимы, их невозможно понять или прогадать. То есть, в основном, он говорил о предпосылках, предпосылках этих снов. Он объяснял, почему человек пришел к этим снам. Он не говорил о будущем. И именно его отдаленность, этого великого человека от своего еврейства, наверное, предотвратила от него глубокое изучение каббалистического взгляда на сны. И если мы внимательно проверим и посмотрим, а я, опять же, напомню вам для точности слов, когда человек бодрствует и в его сознании, его сознание и чувства не дают ему возможность передать внутреннюю глубину души. Когда он спит, цензура исчезает, и он видит это и так далее. И вот если мы внимательно посмотрим, был ли он первым, который пишет эти слова, получает действительно за это знаменитость, хотя он и так был знаменит, но это было действительно открытие. Примерно за 120 лет до него великий каббалист, великий цадик, лидер огромного количества хасидов, который не заканчивал Венский университет, жил в отдаленном от цивилизации местечке, Ляды, потом Лиозна и так далее, похоронен на Украине, местечке, что называется Гадич. Но он именно тогда, 120 лет до Фройда, он пишет такую фразу, гениальнейшую фразу. Когда человек бодрствует, то в нем преобладают в полном раскрытии силы ума, зрение и слуха, и он может контролировать ситуацию, и он может определить, где иллюзия, я буквально цитирую перевод, где иллюзия берет верх над логикой. Но когда человек спит, все эти важные силы скрыты, и поэтому во время сна человек может соединить две абсолютно несовместимые вещи. Правду и иллюзию выдумки. Когда вдруг во сне возникают неимоверные силы, потом желание подходящее ребенку, и вот так Рэбе пишет в продолжении такие слова. Когда обман становится правдой или наоборот. Когда ты во сне, ты общаешься в принципе с какой-то иллюзией. Проснувшись, ты не веришь самому себе. Как это допустимо? Ты ужасаешься, удивляешься, но забыть эти вещи нельзя, согласитесь. Великая вещь. Если Фройд или Фрейд не углубляется в сущность и причины снов настолько, он определяет причину свободы сновидения, то Шнеурзальман Алтеребе, Боже так зовут, он продвигается вперед, и он пишет следующие строки. Все, что видят наши глаза, слышат наши уши, желания, ум и эмоции, хорошие или плохие, все это вливается в наши мысли. Мысли беспрерывно ползут или плывут, так он пишет, плывут у нас в голове, в виде соединения букв. Невозможно человеку даже секунды без мысли. Что происходит с мыслью во время сна? Наши уши уже отключены, глаза, но мысль продолжает плыть. И вот он пишет, что эти мысли в то время, когда мы спим, называется сновидение лесной. Это гениальнейшая вещь. То есть все, что человек видит в течение дня, не пропадает, а превращается в мысли. Раби Шнеур Зальман, он, наверное, делает два открытия. Первое, то, что Фройд сделает потом. Второе, то, что позже, задолго до Фройда, он откроет два, если я не ошибаюсь, два ученых-американца, они откроют знаменитый гипоталамус. Вот Рэбе пишет, мы вернемся еще к этому в конце лекции, может быть, она будет разделена на две части. В любом случае, он говорит, у нас есть в голове мозг, в мозгу есть маленькое такое записывающее устройство. Все, что мы запоминаем, вся информация, которая вливается, она превращается в сны рано или поздно. Вот так вот пишет Рэбе. Я специально начал с этого, показать нам, что сновидения объяснены. Рэбе не черпал информацию скрытую. Эта информация написана в Талмуде, в книгах Кабалы, во многих вещах. Он просто ее гениально, своим способом ее подает. Вот мы с вами должны понять, что же такое душа. Душа, она состоит из пяти частей. Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Это не наша лекция сейчас про душу, но я скажу просто теоретически в двух словах, что три части души, Нефеш, Руах, Нешама или Наран, как их называют, они облекаются в тело. Две остальных, они из-за своего высокого духовного уровня не облекаются в тело, они связаны с нами какой-то такой, знаете, невидимой связью. Эта связь называется Мазаль. Очень интересно. Они называются Мазаль, вот эти два, две части души. Мы соединяемся с ними невидимой ниточкой. Кстати, слово Мазаль на святом языке, то есть, если мы с вами возьмем сегодня Мазаль, как это распространено, мы говорим, Мазаль то, да, один другому, или говорят, Эль, Мазаль, у меня нет Мазаля сегодня. Мазаль это удача, Мазаль это судьба, Мазаль это знак зодиака, но это ни одно из этих вещей, оно не передает значение еврейского слова. Мазаль от слова линзоль, от слова капать, капельница, которая вводит в тело нужный раствор. Так вот, так же, как капельница, которая вводит тело человека, человек не кушает, не пьет, не дай Бог, он может лежать долго, а вот эта капельница, она его оживляет, так и Мазаль, две части души, высочайший уровень, из мира, который намного выше, чем наш мир, они соединены с нами и дают нам силу, как по невидимой такой капельнице, не получают эту силу. Теперь интересно, что в течение дня силы человека иссякают, поэтому ночью, я сейчас говорю начальные таки объяснения снов по кабале, и потом мы немножко больше углубимся и объясним это более, может быть, доступно. Вот обратите внимание, ночью телу требуется более высокая подзарядка, поэтому во сне, когда мы отключаемся от усталости, нас покидают руах и нишама. Дамы и господа, я заранее, извиняюсь, меня зовут Алекс Артовский, я забыл совсем представиться в начале от такой вот суматохи невозможности подключения к прямому эфиру. Думаю, что в следующие разы я научусь. Обратите внимание, я не знаю тоже ваш уровень, поэтому стараюсь быть так посредине, мне важно знать ваше мнение, может быть, вот эти термины, которые я пользуюсь, знаете ли вы, это для вас очень просто и так далее. Так вот, непеш остается в теле, а руах и нишама, они поднимаются наверх, ночью, или в течение дня во сне. В любом случае, во сне, в человеке остается самая низкая часть души, которая называется непеш. Кстати, обратите внимание, интересно, что эпицентр нишама находится здесь, эпицентр руах, или дух, находится в сердце, знаете, аж дух захватывает, эпицентр нефеш, самый низкий уровень души, находится в кончих пальцах, руки, ног. Поэтому, кстати, во сне, в основном, что у нас двигается, это руки и ног. Все остальное, не дай Бог, уходит. Просто, сейчас мы поговорим, действительно, очень такой момент важный. Так вот, это очень по-простому, это начальный подход кабалы, что остается нефеш. Теперь, сын, Алте-ребе, Рабидов-Бер из Любавича, его они что называют, средний ребе, Митал-ребе, он говорит, за счет чего мы вообще получаем силы видеть сны. Наши мудрецы в Талмуде говорят, что сон, это одна шестидесятая часть смерти. Сновидение, это одна шестидесятая часть пророчества. Про сновидение, сейчас не буду говорить, мы подходим постепенно с вами к ним. Дай Бог, чтобы хватило времени. А я не спешу, заранее говорю вам, не спешу, хочу по полочкам разложить, все эти моменты. Так вот, когда человек спит, почему одна шестидесятая, тоже сейчас не буду говорить. Вообще, в Аллахеве иудаизме одна шестидесятая, это очень важное значение. Я потом объясню, что цифра 60, она очень такая, святая и тайная. так вот, так вот, одна шестидесятая часть смерти, это сон. человек во сне уподоблен мертвому различия, в чем, что после смерти душа покидает тело, тело превращается в неподвижный камень, ждет момента восстания из мертвых, во время сна душа поднимается наверх, и тут говорит нам сын Алтеребе, что остается в теле киста дехаюта. Киста дехаюта – это кусочек такой, ну, киста мы знаем с вами, да, медицинский термин, не еврейский термин, я думаю, что он был взят мудрецами еще из, наверное, греческого, может быть, римского языка. Так вот, интересно, что киста дехаюта – это частичка жизненной энергии, этот кусочек – это отблеск божественной души. То есть он говорит, что инепи, широк, он и шамам – все поднимается, только часть остается в нас. Написано, что святость никогда не отрывается полностью, свет не покидает сосуд, так говорят по Кабале. Ну, пример, когда святость, помните, говорят, свято место пусто не бывает, и действительно, свято место не бывает пусто. Синагога, которая даже разрушена, называется Малый Храм, но даже когда она развалена, разрушена, в ней присутствует святость, и нужно уважать это место. В итоге, мы сможем сравнить, так, в общем, после сказанного, наше тело с таким мобильным телефоном, который нуждается в подзарядке, иначе мы не сможем функционировать. Но тут есть один вопрос. Задут вопрос сильнейшей каббалисты. Я думаю, что ученым, он еще не приходил даже в голову, естественно, знателям, зачем вообще ждать отхода ко сну? Что мешает душе подзарядиться, если мы говорим, что все так духовно, Всевышний все может, и все хорошо, все так устроено в человеке, когда почему же нужно отходить ко сну, чтобы подзарядиться? Почему нельзя это сделать, например, в бодром состоянии? Ты пьешь кофе, и вместе с кофем в тебя заходит такая сила, что ты 24 часа живешь, функционируешь, никаких проблем. На этот вопрос отвечает величайший каббалист, такой Аризаль, рабицка, Клория, Ашкеназий, великий из великих. Он это пишет в книге Шара Агдамот. Шара Агдамот – это ворота предисловия, так скажем. Он пишет так, я буквально зачитаю его текст, что в принципе плоть, как и всякое недвижимое, домем. Дамы и господа, я позволю себе просто напомнить советскую школу, которая говорила, что весь мир дерзится на неодушевленные предметы, растительный мир животных и человека Тора отрицает слово неодушевленное. И она говорит слово домем, слово домем от слова безмолвствующий, неподвижный. Неподвижный имеет душу, но к этому относятся камни и так далее. Но он не может двигаться. Концентрация очень сильная и так далее. Так вот, например, камень или песок, пишет Аризаль, ему не нужен сон. Но так как в нашей плоти теплится душа в таком более сильном раскрытии, именно ей изредка нужно подкрепиться изобилием высшего источника. Я буквально читаю, зачитываю перевод с Аризаля. И это для дальнейшего нормального функционирования. Потому что душа зашла в этот мир, она была оторвана от престола Всевышнего, от источника духовной жизни для одной цели перевернуть в святость животную душу. И поэтому тело должно получать от своего источника душа, которая находится в теле, она должна получать зарядную силу. Но и тут ответ. Я напоминаю, кто к нам, я вижу, просто присоединяются. Люди, напоминаю, вопрос был в чем? Зачем? Или почему? Именно во время сна мы нуждаемся в подзарядке. Сила вот этой энергии настолько велика, что если бы мы во время бодрствования получили эту силу, эту подзарядку, мы просто бы взорвались. Мы бы не смогли выдержать такой высокий свет, который получает душа. Это был сильнейший ток высокого напряжения. И если мы возьмем лампочку и направим туда, не знаю, 2000 вольт, 5000 вольт, она взорвется. То же самое можно привести еще один пример. Я думаю, что этот пример он очень наглядный. Когда человек идет, не дай бог, не дай бог, никому не желаю на операцию. Боль, даже знаете, что просто не операция, просто, не знаю, там пломбу поставить в зуб. Боль сильная. Обязательно нужно сделать укольчик. То есть ардама. На иврите ардама это наркоз. Но ардама это еще сон. Я думаю, что первый сон или первая операция в мире была сделана Адаму, первому человеку. Бог, написано, и пиль ардама, навел на него сон, наркоз. Иначе он бы умер. Там написано, что он не хотел ему показывать, как он производит Еву. Но я думаю, что здесь была еще замешана конструкция тела человека. Человек не может терпеть боль. Так вот, есть боль физическая, а есть боль духовная. Когда душа не может, она трескает от избытка энергии. Это бывает часто даже с людьми воочию, которые перебирают слишком информацию. То же самое могло бы произойти, если бы, не дай Бог, не было бы сна. Всевышний дает нам возможность заснуть днем, ночью, неважно, и идет операция по вот такой вот направлению в нас этой энергии. Я напомню, что вот эта капельница или невидимая ниточка, по которой эта энергия идет, называется мозаль, от слова нозель, нозлим, жидкость или течь. Теперь, сколько человеку нужно спать в день? Есть ли часы, мешающие для сна? То есть, многие говорят, чем побольше поспать? Вообще, у нас поколение интернета, это, если вдуматься, это вообще ненормальное, если бы мы переселились с вами в поколение царя Давида, где люди после вечерней молитвы, когда только тьма наступала, шли спать, вставали там в полночь, учили Тору до утра, потом работали и так целый день. То есть, они, может быть, спали те же часы, там, пять-шесть часов, но совсем в другом промежутке времени. Мы с вами идем спать, сказать поздно нельзя, это, наверное, уже рано. Я говорю не про многих, вот, ваш покорный слуга очень часто, мы задерживаемся и так далее, но этого нельзя делать. Не берите пример. В любом случае, сколько нужно спать? Сколько часов человеку необходимо спать? Мы сейчас с вами говорим, конечно, все индивидуально, но сколько ему нельзя, то есть, сколько ему нельзя спать? Я говорю про количество часов, если лишние какие-то часы. И вот был такой профессор Гарвардского университета, Роберт Стигольд, он говорил так, в течение восьми часов, я цитирую тоже, в течение восьмичасового сна есть важнейшие вещи, и он перечисляет и так далее, первый этап, второй этап, в конце он говорит, что восемь часов это самая лучшая продолжительность сна. Во всяком случае он пишет не меньше шести, но больше восьми это пустая трата времени. Что значит пустая трата времени? Ну, мы можем это понять так, что человек может потратить время на многие-многие вещи. Днем, если человек просыпает определенные часы, он потом этого не может достичь. Теперь давайте посмотрим, Роберт Стигольд это наши годы. Теперь давайте посмотрим, за сколько времени до него, примерно тысячу лет, до него уже был этот вопрос поставлен и решен. Великий Рамбам Раби Мойше Бен Маймон пишет, что за восемь часов сна человек получает все необходимое, не надо ему спать больше. Вот точный язык Рамбам он говорит так, день и ночь 24 часа, хватит человеку спать треть от этого. То есть восемь часов. Все остальное лишнее время, но откуда все это берут мудрецы? Откуда не знаем. Ну, Рамбам он был врач, но написано ли это в первоисточнике? Знаете, говорят, а где это написано? Обычно, когда Равин делает лекции, вы всегда спрашиваете, а где, откуда вы это взяли, где это написано? И вообще, если это в Торе. В Торе написано так. Книга Иов, третья глава, тринадцатый стих. Я сначала прочитаю на еврите, потом на русском. На еврите, это очень важно, это будет одно слово, которое связано с ответом. На русском. Ведь теперь лежал бы я и был в покое. Спал бы я и тогда был бы у меня покой. Слово на русском тогда имеет гематрию 8. Алиф и Зайн. Алиф это 1, Зайн это 7. И они говорят, да, 8. И тогда был бы я спокоен. Тогда это 8. Вот такой интересный математический расчет по буквам делают наши мудрецы. Окей. Мы с вами идем дальше. Давайте посмотрим еще немножко из науки. Был такой французский ученый. Я вообще стараюсь. Пока. Может быть сегодня. На следующий раз с вами продолжим. Если у вас будет желание, если вы изъявите желание, мне очень важно ваше желание, потому что ну я вижу, слава Богу, аудитория нормальная. Видите, даже сейчас мы дошли до цифры гематрии слова Бог 26. Кеннер Бу, дай Бог, чтобы увеличить. Вот смотрите, был такой французский ученый Мишель Сиф. он просидел в пещере без освещения шесть месяцев. Что он исследовал? Естественно, положительные пункции сна. Если мы внимательно посмотрим задолго до него, а мы сейчас услышим с вами, что вообще он сказал, Мишель Сиф, но во всяком случае запомним, что он пытался посмотреть, как сон положительно влияет на человека. Давайте посмотрим, что Тора говорит об эффективности сна. Шесть вещей лечат больного. Лечат. Я подчеркиваю этот момент. Не помогают, потому что помогают полно вещей. Лечат. Чихнуть. Я перевожу это так, чтобы было понятно, потому что на еврейке определенная форма немножко подачи. Чихнуть, пропотеть, жидкий стул, семяизвержение, спячка и сон. Обратите внимание, сложно на еврейке перевести эти вещи. Например, спячка, это когда человек спит, просто спит. Вот просто, когда человек тупо, извините, спит, без сновидений, это лечит. К этому, как отдельный момент, на еврейке это два слова разных, абсолютно. Когда человек спит, это шина. Шина. Когда человек видит сон, называется холом. Мы посмотрим с вами разницу. Это очень интересные слова. Так вот, здесь спячка и сновидение или сон. То есть, уже тогда наши мудрецы, мудрецы Талмуда говорили, насколько важно для человека сон, что он спит. И Рабишнеур Зальман, соединяя физическое и духовное, он пишет, что во время сна из человека выходят все ненужные компоненты. В духовном плане, как из больного, который пропотев, из него выходит болезнь. Смотрите, у нас очень тонкий момент, мне очень важно, чтобы это запомнили. Так же, как из больного человека выходят шлаки, разные ненужные вещи, знаете, пропотел человек, сошла температура, так и скорее всего в духовном плане. Мы еще с вами не знаем, мы с вами еще запомнили Мишеля Сифа, вот этого ученого. Но уже мы видим с вами, что нету тех, кто оспаривает это мнение, как ученых, так и мудрецов. Они все говорят, сон поразительно лечит человека, не просто помогает. Вот мы еще вернемся с вами к вот этим словам на этих вещах, но сейчас интересно посмотреть на святом языке. Святой язык, как он нам, какая связь между его словами и вот этим лечением человека. Мы знаем, что святой язык, он был дан творцом без каких-то лабораторных опытов, исследований. Это не наша тема сегодня, но, наверное, вы согласитесь. Если нет, у меня тоже нет проблем. Можете высказать свое мнение. Одну секундочку. Видите, зарядка телефона идет. Все нормально. Давайте посмотрим, как, например, русские слова. Великий русский язык. Язык богатый, великий, много литературы написано, но он не может передать внутреннее значение слова. сон и выздоровление. Какая связь между словом сон и словом выздоровления? Ну, сон так сон. Ух, там Херсон, такой город Херсон, там разные вещи. Ходь, да, сон. Давайте посмотрим слово на святом языке сон, холом. Холом это соответствует также слову выздоровления. Выздоровление это не рафуа, а холома, а не махлим. У меня сегодня в израильском QR-коде, я не знаю, как называется, в Израиле это называется по-другому, там называется тавьярок, вот когда я открываю, я хочу зайти куда-то там в Израиле, там положение сложное очень с короной, там у меня написано махлим. Махлим это человек, который переболел короной, он переболел, выздоровел. То есть ахлома. Холом ахлома. Поразительная связь между словом сон, сновидение и выздоровление. На русском языке ни на каком языке это не встреча. Ну, опять же, может быть, есть, но ваш покорный слуга не знаком. Мы встречаем интереснейшее место в книге, в разных книгах, давайте посмотрим, царь Хискияу обращается к Всевышнему и говорит, ты оживишь меня и исцелишь меня тахалимейни, от слова холом. Очень красиво, опять же, в книге Ио, давайте посмотрим, дети этих зверей набирают силу, набирают силу и холему, то есть, тоже слово холом. Интереснейший комментарий дают наши мудрецы на еврейское название камня. Я напомню вам, это очень, кстати, актуально, передемки Пуром, первосвященник, у него был Койна Гадоль, такой эфод. Эфод, это нагрудный передник, на котором была табличка, и там были все камни, они шли, если я не ошибаюсь, в три ряда, по четыре камня, каждый камень соответствовал колену Израиля. Посмотрю время, сколько у нас там осталось, немного, но, во всяком случае, я постараюсь дойти до этого момента, и мы продолжим в следующий раз, если нам любезно предоставит эфир прекрасная группа ВАИКРА. Так вот, обратите внимание, камень, который был в третьем ряду, соответствовал самому сильному физическому колену, которое называлось колено ГАД, камень, который соответствовал этому колену, он был просто туда внесен в эту табличку, его называли АХЛОМА. Так и называли АХЛОМА. Помните, мы что сказали перед этим? Холом это сон, АХЛОМА выздоровление, камень называется АХЛОМА, если вы посмотрите в Торе на русском языке, написано АМИТИСТ. Так вот, комментаторы говорят, что, в общем, этот камень до сегодняшнего дня у него есть интереснейшее свойство, усиливать сердце. Он снимает как бы его влияние духовное, снимает всякий страх. Кстати, камни это великое вещество, не просто так. Каждый из камней, особенно драгоценных, он имеет какое-то свойство от Бога. Не случайно именно эти камни были разные. Так вот, он снимал страх. «Именно колено гад отличалось силой и смелостью». Когда они шли на войну, единственное колено, которое мы упоминаем перед сном в молитве, гад собирает, помните, отряды свои, они вернутся обратно и так далее. Колено гад, когда заходили в бой, они выходили живыми. Мало того, у них был свой почерк. Я даже думаю, что может быть, опять же, может я ошибаюсь, вот это слово гады идут, надолго запомнили их враги, потому что колено, еврейское колено гад, у них был свой почерк. Они разрубывали врага наискость. То есть два, ну я не буду входить в такие жестокие вещи, в всех случаях наискость. Знали, там где они прошли, знали, что это они прошли. Поэтому у них был такой военный знак, и поэтому когда мы с вами идем заходим в ночной сон, а это война, кстати, мелхама, охлама, холом, если мы соединим, это в принципе одно и то же, мы идем с вами на войну, потому что не каждый проснется утром. Так говорят, мы же говорим молитву, шма-исраэль, как будто отдаем душу Всевышнему, мы говорим, душу свою возлагаем тебе, и колено гад играет важнейшую роль. мы заходим в сон и просим Всевышнего, чтобы мы вышли так же, как колено гад из этого сна. И камень аметист, который соответствовал им, охлама, холом, также соответствовал этим, и только завершу я комментарием великого рода Караби Давид Кимхи, который говорит, что камень ахлома или аметист очень дорогой, и каждый, кто его носит, ему всегда будет сниться сила и могущество, хорошее сияние. Я воспользовался этой возможностью, напоминаю, что в следующий раз с Божьей помощью мы поговорим с вами про цифру 60, как она связана со с нами, и мы углубимся, и в конце концов в этой лекции мы постигнем, я думаю, секрет сновидений, поговорим немножко о разных снах, как исправить сон, как его очистить, как его сделать лучше. С вами был Робин Алекс Артовский, Марина Роща, Москва. Шалом-шалом всем гмар хатима това.